Друзья, всем привет! Доброго-доброго дня! Сегодня я в очередной раз иду на море и пойду в этот раз на пляж Искра в Бардане. Это по правую сторону от реки. Сейчас все покажу. Пляж Искра называется потому, как раньше там, ну еще в советское время, до недавних времен, находился лагерь Искр, назывался. У меня даже где-то есть в Дзене, я прикреплю ссылочку в описании на этот лагерь фотки. Ну вот такие старые полуразваленные домики, там фрагменты зданий были на берегу моря. И вот года два, наверное, назад его снесли в этот лагерь и строят сейчас апартаментный комплекс, который все спрашивали, а что там строится апартаментный комплекс. Называется, если я не ошибаюсь, морская искра. Вот так вот. Ну, название от лагеря перешиваю, да? И сейчас как раз там такой достаточно хороший, великолепный пляж, широкий. Сейчас на него и пройдем. Пошел по проулку, не через рыночек, хотя можно через рыночек пройти, но пошел так. И сейчас вот прямо через металлический мост, можно через платформу ЖД, а можно по над речкой выйти к пляжу. И по пляжу немножко пройдусь, где будет поменьше людей, там и остановлюсь покупаться. Сейчас вот буду пересекать улицу Молодежная, это вот где рыночек, который ведет к морю. И впереди металлический мост, но кто был в Вардоне, знает, это как идти на ЖД-станцию, платформу. Вот, самый ранний чип на морю, который ведет. А мы через мост на правую сторону рыки. Жарыша, зеленый здесь, хотя у меня уже потихоньку начинает поспевать. Вот так вот сейчас вдоль реки, как раз на пляж попадаю. Можно через СЖД платформу, но... Лучше вот так, наверное. Сейчас опять я пошел днем. Все как раз разошлись на обед. Самое солнце. Я как всегда, у меня есть время сходить на пляж. Так вот на ЖД. Что хорошо, мне нравится в Вардоне, мне надо переходить через железную дорогу. Она ведет по верху, через, ну вот, центральный пляж Вардоне, у нас с той стороны. Здесь раньше был такой вот, вовсе называли, дикий пляж. То есть, такие дикий места. А сейчас уже вон более такой же центральный, как и там отдел продаж. Ну, что-то никогда их нет, сколько ходил. Все время закрыто. Не знаю, но можно видеть. Такой вот комплекс будет на берегу. С бассейном. Не знаю, как. По типу, вот как в центре морской квартал, где у меня сдается квартира. Также по типу морского квартала здесь будет. Только прям на первой береговой. Здесь в прошлом году еще вечером ставили проектор. Показывали фильмы под открытым небом. Центральный пляж. Какая красота. Вот он сам комплекс. С сеткой затянутый. Ну, по лету не ведутся. Скорее всего, работа. Хотя, кто его знает. И вот, чем дальше отходишь, тем пляж, мне даже кажется, шире. Ну, сейчас немножко пройдемся. Посмотрим, где будет поменьше людей. Там и сядем. Также шизгонки. Все, есть зонтики. Какой прямо горячий, раскаленный воздух. Дует, аж обжигает. Наверное, в камере шумит. Раз навстречу он дует. Такой вот комплекс будет. Вход в него. Виды будут, конечно, шикарные. Хотя, что-то стучат. Стройка идет. Людей, блин, достаточно много в день. Обычно днем все расходятся на обед. Чтоб на солнце не сгореть. Уходят с пляжа. Но сегодня что-то не тот случай. Вот. Продолжение следует... Боже, куда бы я ни отошёл, всё равно у людей очень много будет. Какой горячий ветер дует. Доски вот такие сапы. Один час, что торопли. Вот эта платформа вверху. Можно было и через неё пройти. Да. И смотреть и дальше на людей. Ну, поменьше, чуть-чуть, но всё равно. А раньше тогда чуть отходишь, уже всё, практически никого. Такой вот песочек, перемешка с камнями. Вон там уже идут камни Галька. До куда придётся идти, не знаю, потому что здесь вот, если мы смотрели, негде даже подойти, присесть. Вон там есть место, но там людей в море полно. Вот так. Продолжение следует... 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 Ну что, друзья... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok